Приветствую вас. Первое, что хочется сказать, это то, что вы задаете крайне неопределенный вопрос. Что делать? Вопрос, что делать? Неопределенный, потому, что непонятна цель. Какая ваша цель? Конечная цель. То есть вы по итогу хотите чего? Вы по итогу хотите перестать ревновать. Или по итогу вы хотите, чтобы девушка была с вами. Или по итогу вы хотите чего-то ещё. Понимаете? То есть вот это не совсем понятно. И это рождает, по итогу, это рождает, конечно, определенную свободную интерпретацию того, как вы можете воспринять данный нами ответ. То есть, насколько вы конструктивно воспримите и, собственно говоря, поймёте то, что мы хотим сказать. Поэтому первый и важный вопрос, на мой взгляд, заключается именно в этом. Что делать, чтобы что? Что я хочу, что я хочу сделать, что я хочу по итогу получить. Ну, хотя бы, хотя бы, хотя бы для себя. Я полагаю, что это важный момент, поэтому на этом я застрелил внимание отдельно. Дальше, следующий момент, он касается уже непосредственно вашей проблемы, а именно проблемы ревности, которую вы описываете. А проблема ревности, которую вы описываете, ну, можно сказать, проистекает не из ниоткуда. То есть, проблема ревности не берёт своё начало из пустоты. Проблема ревности имеет свои корни. И корни эти у ревности есть. Первое, первый корень, это страх одиночества. То есть, очень может быть, что вы боитесь остаться один. Очень может быть, что вы боитесь одиночества, боитесь быть в одиночестве, боитесь быть никому не нужным. Например, и так далее. Такое, в принципе, вполне себе может быть. И если это действительно про вас, то это, в свою очередь, означает, что вы не совсем принимаете себя, ну, то есть, не совсем принимаете себя таким, какой вы есть. А это, в свою очередь, значит, что есть личностные проблемы, внутри личностные проблемы. Например, что-то вы себе отрицаете и ищите отчаянно, значит, подтверждение, подтверждение тому, что у вас это должно быть. Ну, а подтверждение вы этому ищете, естественно, у других людей, которые, в общем-то, на секундочку вам и не должны ничего доказывать, не должны вам ничего объяснять и давать вам. Поэтому они тоже, в принципе, ничего не должны. Это первое. Страх одиночества. Страх одиночества или непринятие себя. Весь нужно смотреть, что именно и по какой причине вы себе не принимаете и уже думать, что с этим делать, уже работать в этом, так сказать, направлении. Дальше. Следующий момент. Это отсутствие собственной значимости. То есть, вам нужна эта девочка, вы боитесь её потерять. Совсем не просто так, да, а потому что вы в этом, вот, именно, значит, ну, именно в свою связь с ней, вы вкладываете чрезмерное значение. Я, конечно, не могу сказать, какое именно значение вы вкладываете, ну, просто потому что не знаю, вот. Но, тем не менее, тем не менее, это значение всё же вполне себе может быть. То есть, девочка вам нужна не для отношений и не потому что вы её любите, а для подтверждения собственной значимости. Что, например, я могу, что я, например, достоин и так далее. Здесь, в этом случае, в этом аспекте, конечно, я рекомендую вам, ну, в первую очередь, подумать о том, куда бы вы могли направить свои усилия, свои ресурсы, свои силы, значит, для того, чтобы чувствовать себя, ну, как-то более значимо, чтобы девушка, грубо говоря, не отдувалась бы за вас. Как правило, это может быть хобби, увлечение, работа, развитие, повышение кругозора. В общем, всё, что угодно, чтобы вы чувствовали, что вы что-то значите. И в первую очередь, это, конечно, работа с собственным обесцениванием себя. То есть очень может быть, что вы себя обесцениваете. Собственно, само слово «привязанность», которое вы используете, да, собственно, вот, само слово «привязанность», оно уже само по себе означает, что вы именно привязались, привязались к девочке. То есть привязались означает, что вы хотите с ней быть. Не она хочет с вами быть, а вы хотите с ней быть. Вам она, в первую очередь, например, нужна. Для чего? Какие желания она ваши должна удовлетворить? Это уже, понятное дело, что детали. Это уже детали, которые не всегда хочется разбирать, но которые, тем не менее, очень важны. То есть очень важно понять это, очень важно разобрать это. Откуда взялась привязанность? Итак, значимость, да, это такой аспект того, что вы ревнуете. Дальше, собственно говоря, в девушке вы можете видеть кого-то из своих, например, родных. В девушке вы можете видеть кого-то из значимых для вас фигур, которые когда-то были в вашей жизни, а может быть и есть до сих пор, с которыми у вас не получилось построить отношения и с которыми вы за счет девушки пытаетесь, ну, если угодно, если можно так сказать, да, свести счет. То есть это явление в психологии называется перенос, это явление в психологии называется переносом, когда человек пытается за счет другого человека, значит, как-то вот решить свои внутри личностные проблемы, опять же, вот. Здесь совершенно понятно, нужно отследить ваши чувства, вот, и посмотреть, откуда они берут, собственно говоря, свое начало. Сюда же, пусть и с начальщики, можно отнести некий собирательный образ девушки, некий, некий, ну, или некий собирательный образ женщины, который вы можете сами себе, значит, устанавливать. Собирательный образ, это образ, который нужен в первую очередь вам. Собирательный образ, это образ, в котором в первую очередь нуждаетесь непосредственно сами вы, вот, потому что с этим неразрывно связаны какие-то ваши желания, вот. Тут тоже есть свои детали, да, то есть, откуда сформировался образ и так далее. Это тоже важно. Очень может быть, что самую девушку вы, как таковую, в общем-то, даже и не воспринимаете, именно самую девушку, как таковую. Просто нет у вас таких, ну, скажем так, ресурсов, да, вот. То есть, вы видите только то, что хочется вам, да, вы видите то, что нужно вам, но не видите того, что есть на самом деле. Вот. Такое бывает. Дальше, значит, следующий момент, это то, как вы чувствуете себя с девушкой. Как вы себя ощущаете с ней. Здесь важный аспект заключается именно в том, что вы привязаны не столько к самому человеку, вот, сколько к его отношению к вам, и это же самое, вас сильнее всего и привлекает. И в таком случае, в таком случае, ревность вызвана тем, что без нее, без девушки, вы себя определенным образом не чувствуете, а не чувствуя себя определенным образом, вы не можете достичь равновесия. Вот. Ну а, соответственно, равновесие, это только к чему стремится, собственно, каждый-каждый из нас. Вот. И это, конечно, очень-очень важно. Вот. Ну и, пожалуй, последнее, последнее, это то, что вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Например, вы пытаетесь доказать себе, что вы, там, идеальный мужчина, что вы, там, самый лучший мужчина, например. Например. И так далее. Вот. Я, опять же, опять же, не знаю всех тонкостей и всех деталей. Вот. Но однозначно могу сказать, что если вы пытаетесь что-то доказать, то ревность – это ваш стимул, ваш мотив к тому, чтобы вот постоянно доказывать, что вы вот такой, что вы хороший, что вы достойный, что вы важный, что вы ценный, что вы правильный. Понимаете? Ну вот. Если есть некие условия, если, например, вы себя сами готовы принять только, ну, например, через ряд каких-то условий, то и, соответственно, по отношению к другому происходит то же самое. Вот. Рассмотрите, пожалуйста, все эти возможные моменты, рассмотрите, пожалуйста, все эти возможные варианты. Вот. Ревность – чувство крайне-крайне деструктивное. Вот. И еще никому никогда она, ревность в смысле, не приносила добра. Вот. Поэтому рассмотрите, вот, все варианты и подумайте, что из этого вам ближе, что из этого вы, ну, скажем так, готовы были бы поменять, над чем из этого вы готовы были бы поработать. И я думаю, что мы обязательно с вами поработаем, вот. Ээээээ... Старайтесь не воспринимать ээм... на свой счёт то, что делает девушка, да, то есть старайтесь не воспринимать на свой счёт то, как она себя ведёт, вот. То есть если она не обращает на вас внимание, например, то это совсем не значит, что вы плохой, совсем не значит, что вы какой-то не такой и так далее. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!